Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас будет влог, хотя ничего интересного за сегодняшний день не произойдет, не намечается ничего. Просто у меня порой бывает такое настроение, вот хочется снимать, хочется что-то делать, производить и так далее. Хотя на улице такая погода, пасмурная, дождик. Последнюю неделю вообще у нас очень холодно, не знаю с чем это связано. Обычно в такое время года у нас не так холодно бывает, но в этом году достаточно холодно. А вот и наша грустная погода. Все куда-то спешат, но мне в такую погоду просто хочется сидеть дома с чашечкой горячего кофе и смотреть ютубчик. Вот у меня такой настрой. Капает все с утра. Не прям льет как из ведра, а капает слегка дождик. Но все равно холодно. Я давно уже это решила, но никак не могу сделать. Но все же хочу заметить, что за последние полгода я не купила ничего из декоративной косметики. У меня здесь заканчивается тон от L'Oreal. Что я делаю? Я, короче, эту пипеточку вынула и захожу туда кисточкой. Как захожу? Ну, короче, беру кисточкой и выковыриваю все, что осталось в тюбике, чтобы закончить прям на 100%. Дальше у меня блеск, который сегодня у меня на губах. Видите, он тоже совсем чуть-чуть осталось. Я опять же кисточкой засовываю кисточку сюда и вытаскиваю все остатки, что осталось. И то же самое с этим блеском. Дело в том, что где-то полгода назад я обещала себе, что не буду покупать декоративку. И не только. Есть вещи, которых у меня очень много. Я продолжаю их скупать. Я понимаю, что это нерациональное потребление, особенно в связи с последними новостями. Вы знаете, что у меня около 30 парфюмов разных марок, разных ценовых сегментов. Я решила брать один парфюм, заканчивать его, чтобы вообще прям закончился, и в пустые баночки. Потом я беру другой. Я хочу как-то уменьшить количество ненужных вещей. То есть, как получается? У меня, например, 20 парфюмов, каждый из которых я использую, например, в неделю один раз. И у меня не заканчивается ничего. То есть, как стоят у меня эти тюбики, 30-40 штук, так и стоят. Поэтому я решила брать один тюбик, использовать его до конца, а потом брать второй. Вы наверняка с прошлого года помните вот эту вот коробочку, где у меня всегда лежали пустые баночки всего. И здесь средства, которые я использую до конца. Вот позавчера у меня закончился вот такой аромат от Алены Ахмадулиной. Вообще ничего не осталось в нем. Отправляем сюда, закрываем крышку. И, конечно, под такую пасмурную погоду хочется порадовать себя вкусными роллами. Заказала классный свой любимый сет. Сейчас буду снимать для вас мукбанк. Господи, как это аппетитно пахнет. Особенно обожаю спайсы с креветкой, Филадельфия. В общем, бегу снимать для вас мукбанк. Сегодня мама спускалась вниз. И у нас около метро открылся новый магазин, где продаются средства гигиены, косметика, парфюмерия и так далее. Этот магазин открылся где-то неделю назад. И очень часто наблюдаю такую тенденцию, когда магазин только открывается, чтобы набрать себе клиентскую базу. У них очень-очень приемлемые, классные, вкусные цены. Но потом, когда магазин уже раскручивается, уже цены поднимают где-то на 30%. Так вот, рядом с метро с нашим открылся такой магазин. И там очень крутые цены. Например, умывалка, с которой я смываю макияж. Хотя в начале видео я вам говорила, что я начну экономить и так далее. Но есть средства, которых у меня не так много и которые я покупаю в месяц один раз. Например, зубная паста или средства для снятия макияжа или так далее. В общем, в этом магазине пипец как все дешево. И я думаю сгонять туда, купить краску для волос для мамы, например. Мама профессиональной краской пользуется. И там она стоит тоже дешевле. В общем, возьму вас с собой. Сейчас попью чаек. И мы вместе с вами пойдем в этот дождик, в этот магазин. И накупим всего, что действительно необходимо. Опять же, я в начале видео говорю, что я буду экономить. А в конце видео Айка направляется в магазин, где там небольшие скидочки и так далее. Например, я хочу себе гель-лак. Все цвета, которые у меня сейчас есть, они у меня есть уже где-то 3 года. Как только я начала делать ногти, я купила все эти цвета. И все, новинок у меня уже нет. Вот, поэтому пойдем и купим действительно необходимые вещи. Что-то на запас. Купим и оставим. Раз хорошие цены. Сейчас я быстренько попью чаек, и мы вместе пойдем в этот магазин. Я вам обязательно все покажу и покажу цены. Под такую погоду самое то горячий чаечек и гора конфет. Я обожаю вот эти конфеты. Мне в комментариях написали, что это украинский производитель. Это конфеты моего детства. У меня брат 3 штуки за раз кушал, прикиньте. Очень вкусно. Я тоже вот пью чашечку чая и обязательно штуки 5-10 конфет с этим чаем. Посмотрите на этого дурачка. Где он прилег? Хотя мама сшила ему лежанку. Сейчас вам покажу ее. Не знаю, как вам. Мне очень нравится. Если бы мама бы сшила такую лежанку для меня, я бы с удовольствием лежала бы на ней. Вот. Сколько я не пыталась его посадить сюда, он не садится. Не знаю, категорически просто. Он готов лежать на моих фломастерах, на жесткой поверхности. Но только не здесь. Хотя очень круто получилось. Мама делала по туториалу в ютубе. Ну что, начнем уже одеваться. Я сегодня буду в джинсах скини. Хотя они уже не актуальны. Ну и что? Главное, мне нравится. Мне комфортно. И куда мне девать все мои скини брюки. Поэтому сегодня я буду в них. С вот таким вот принтом они. Луи Виттон. Джинсы обычные. Вот самые обычные на высокой посадке. Они очень удобные и круто сидят. А вверх у меня будет мой любимый свитер, который я заказывала, по-моему, в последнем заказе. Нет, в предпоследнем заказе сайта Shane. Оставлю вам ссылочку. Он просто обалденный. Несколько раз стирала его. Приятный на ощупь. Очень теплый. И как раз сегодня буду в нем. Ну все, мои хорошие. Погнали. Снизу одела боди. Чтобы было тепло. Джинсы скини. И вот свитерочек мой любимый. Теплый. Приятный на ощупь. Девочки, я прям одубела. Дождик, правда, закончился. Но ветер был, мама, не горюй. Было очень холодно. И даже в какой-то момент я подумала, может быть, развернуться и пойти домой. Но сначала я заглянула в супермаркет, где есть все эти уходовые штуки. И решила просто помониторить цены, посравнять, сколько стоят, например, в супермаркете, а сколько стоят эти же товары. Например, вот эта умывалка, которая мне очень нравится. Здесь стоит 6, почти 7. Я хочу посмотреть, сколько же эта умывалка стоит в том магазине. Есть ли разница. По дороге заглянула в другой магазин. И вот такие паровые утюги, да, если я не ошибаюсь. Я вот хочу купить себе, какой не знаю. Также в магазине увидела обалденные косметички. Всего один монат. Это 60 центов. То есть это даже не доллар. Полдоллара за такую косметичку. Самая большая стоила 4 моната. А самая маленькая 1. Я хотела купить, но потом я подумала, я в ближайшее время собираюсь сделать заказ Шейна. И там уже выбрала себе. Я хотела такой кошелек использовать в виде кошелька. Для моей миниатюрной маленькой сумочки. Думаю, будет самое то. А так просто обалденное качество. И стоит прям копейки. Есть разных размеров. В общем, мне понравились. Я бы взяла. Еще мне очень понравились тюльпаны. Мама всегда говорит, что не покупай мне цветы. Не трать на это деньги. Они вянут. Я нашла здесь тюльпаны, которые очень реалистичны. Вот реально красиво. Обалдеть. Дальше я пошла в магазин, где опять начала рассматривать скетчбуки. А вот эти блокнотики. Но если вы давно подписаны на мой канал, то вы знаете, что все эти варианты есть у меня. И с ламами. И с единорогами. То есть у меня столько. Поэтому, наверное, брать не стоит. Потому что пока я использую эти все. Но в конце я нашла тот, которого у меня нет. И все-таки купила. Как приду домой, обязательно вам покажу. Так что продолжайте смотреть. И вот такие вот интересные. Вообще, я планировала, что спиртовые маркеры я буду покупать теперь уже поштучно. И те цвета, которые действительно мне нужны. Но, к сожалению, здесь остались самые неходовые цвета. И, наконец-то, я добралась до того самого магазина. Выбираю цвета красок для мамы. Краска для волос. Просто того оттенка, который нужен мне. Там всего две штуки. А я хочу взять побольше. Поэтому возьмем еще похожие оттенки. Еще чисто случайно увидела здесь гейлаки от фирмы Jeff. В тиктоке видела девчонку, которая рекомендовала их. И здесь они стоят совершенно недорого. И цветов здесь очень много. Естественно, у Айки глаза разбежали. Я даже не знала, сколько цветов взять. Хотелось взять прям все. Но я просто не знала, как эти гейлаки будут в действии. Поэтому взяла всего два. Также здесь были обычные рунейл гели. Тоже очень дешево. 4,50. Обычно мы всегда покупаем за 6. Поэтому очень выгодная цена. Стоит брать. Вообще, в магазине очень много приемлемых цен. Если вам интересно, что именно за магазин, то пишите в комментариях. Отвечу обязательно, кто живет в Азербайджане. Также от Makeup Revolution вот такие обалденные сеты на подарок. Если не знаете, что подарить. И еще здесь была косметика The Ordinary. Я, правда, не очень разбираюсь, какая именно мне нужна. И консультанты тоже были не особо в курсе. А еще зашла в супермаркет. И тут рядом с кормом вот такой вот красавец. Так, я уже дома. Могу вам показать мой улов. Купила 5 вот таких вот красок. Не знаю, как правильно называется. Element. И вместе с ними, как бы в комплекте, давались вот такие вот штуки. Разбавители, в общем. Стоила такая краска 5,50, по-моему. Но в других магазинах она стоит чуть дороже. И вот эту штуку продают отдельно за 1 монад. Поэтому выгоднее покупать там. Поэтому я сразу взяла 5. Когда пришла домой, мама говорит, а что больше не взяла? Взяла бы штук 10. Потому что мама красит волосы, можно сказать, каждые 2 недели. У нее седина. Она вообще очень быстро посидела. Где-то в 20 лет у нее уже полголовы было седых. Это все-таки, мне кажется, генетика. Дальше взяла 2 гейлака. А я слежу за одним блогером в ТикТоке из Азербайджана. И она очень хвалила эти гейлаки. Они стоят просто копейки. 3 монада каждый. Я для начала взяла 2 оттенка. Кстати, сегодня я хочу переделать. Покажу вам. Еще Шейн хочу заказать себе наклейки на ногти разные. Так как здесь было дороговато. А там огромный сет стоит около 2 долларов. То есть очень бюджетно. Поэтому я закажу лучше оттуда. А вот цвета взяла здесь. Фирма Джефф. Стоит 3 монада. И сегодня как раз протестируем. И еще я взяла, как всегда, свою любимую умывалку. А в этом магазине еще была косметика The Ordinary. Я не знала, стоит брать или нет. А консультант вообще не в курсе была, что к чему. Поэтому я решила просто сфоткать. Поискать в интернете, какую из умывалок лучше взять. Какое средство стоит брать, какой нет. Какой мне подходит и так далее. В общем, и еще взяла один крем такой от Невея. Когда делаю мейк, там наношу иногда. На ночь наношу. В общем, вот такой вот у меня улов. А, совсем забыла. Чуть не забыла. И еще один каталог вот такого вот цвета. Не знаю, зачем взяла. Просто захотелось. Хотя у меня дофига всяких каталогов. Но мне очень нравится. Вся эта канцелярия, вся эта мишура. Поэтому решила взять. Ну что, мне кажется, стоит уже начать делать ноготочки. Хотя я не смонтировала для вас мукбанг. Но я думаю, уже сегодня поздно. Наверное, мукбанг выйдет завтра. Влог вы увидите послезавтра. У меня просто не хватило терпения. Я решила нанести на один пальчик. Совсем чуть-чуть намазюкать. Но, в принципе, неплохо. То есть, не плешивит. Вроде как, наносится очень даже аккуратно, красиво. Если еще подготовить ногтевую пластину, будет вообще бомба. Даже не знаю, какой цвет нанести. Решила делать коррекцию на этом столе. Подготовила уже все. Ноготочки у меня выглядят вот так вот. Отросли значительно. И, кстати, у мамы. Мам, покажи свои ноготочки. Вот эту руку. Вообще супер. Посмотрите, что только мама не делала. Сдирала обои. Клеила новые. Без перчаток, с этими ногтями. И так держатся, как никогда. Строительные работы все делала. Так что вот. Мам, кстати, ты видела два цвета, которых я купила? Первый цвет специально для мамы. Вот такой кровавый красный. Помнишь, мам, ты хотела? У нас был такой, просто он закончился. Поэтому я решила купить. И еще вот такой нежный голубой. То есть, не знаю, какой я буду наносить. Но цвета оба красивые. Мам, как думаешь, какой нанести? Голубой мне особенно нравится. Давай голубой попробую. Так, покрытие я уже сняла. Немножко еще пройдусь пилочкой. Но для начала нужно убрать эту штучку. А то она вся в пыли. Вообще, по идее, мне надо купить пылесос. Но что-то никак руки не дойдут до этого. Нашла еще хороший какой-то фильм. Вроде отзывы хорошие. Сейчас будем смотреть. Я поменяла насадку на вот эту. И сейчас будем делать маникюрчик. Вот так. Сначала я отодвигаю кутикулу вот таким вот пушером. Вы можете это делать апельсиновой палочкой. Отодвинула кутикулу. Сейчас будем проходить со фрейзером. И кусачками отрезать кутикулу. Наглядно хочу вам показать. Вот этот пальчик, это уже с маникюрчика. А это без. Чтобы вы видели разницу. Единственное, здесь немножко откололся угол. Но я буду делать все равно укрепление геля. И все это дело мы исправим. Почувствую разницу. Вот так значительно лучше. Чище и краше. Как вы думаете, кто сопровождает всю мою деятельность? Конечно же, это Викси, которому нечем заняться. Он приходит. На все при все у меня ушло 2 часа. Я сомневалась между вот этими наклейками. Очень красивые. И вот этими. И сейчас покажу вам результат, что у меня получилось. Не знаю, как вам, но мне очень нравится. Супер аккуратно, красиво. Здесь у меня слайдер. А здесь у меня блесточки, хотела сказать, стразы. В общем, смотрится обалденно. Классно. Сейчас покажу вам правую руку. Она тоже выглядит не четок. Вот. Сама дома. Что касается гель-лака, кстати. Я вам его советую однозначно. Очень хорошо наносится. Наносила в два слоя. И учитывая его цену, 3 моната, это просто, мне кажется, копейки. Такое качество. Прям супер. Я просто много брать не стала. Взяла всего два оттенка. Первый это 0,45. И 63 оттенок. Это прям бордовый такой. В общем, я очень довольна. Бордовый мы будем испытывать на маме. Мама хочет себе такие ноготочки. А голубой это просто нечто. Я в восторге. Старалась делать быстро. И управилась его за 2 часа. И получила колоссальный кайф. Обожаю сама себе делать ноготочки. Кстати, красный. Возможно, сделаю себе педикюр на ножках. Уже скоро лето. Поэтому пора уже делать что-то с ноготочками на ногах.